Профессор, что с точки зрения биологии и эволюции происходит сегодня на территории Украины? На Украине происходит то самое, что я в своё время описывал в своём выступлении на канале КМ.РУ. Я тогда предупреждал тех, кто у меня брал интервью, о том, что это не надо запускать в эфир. К сожалению, это запустили, и через пару дней канал КМ.РУ отдал Богу душу, то есть его закрыли. Кому интересно, может посмотреть, потому что сейчас его, моё интервью перевывесили. Оно было в 2014 году. Я просто в 2013 году был на конференции по патанатомии в Белгороде, и по просьбе украинского Первого канала приехал на Украину. Я попросил меня на такси провести по всей территории Украины, от Белгорода, ну, через Харьков и в Киев. И там я давал всю ночь интервью и наутро улетел. И вот пока я ехал, меня так поразило то, что там происходило, что я пришёл на телевидение, на первый канал, и говорю, вы знаете, надо бы записать небольшое интервью о том, что у вас грядёт тяжелейшая, как минимум, гражданская война, а то и хуже. Надо мной посмеялись. Ну, а через полгода, как вы знаете, всё и началось. То есть это висело в воздухе было очевидно, а по биологическим законам, на которые в первую очередь ориентируюсь, я не экономист, я не социолог, не психолог и прочие олухи, я к ним отношения не имею. Я смотрю на те механизмы эволюции, которые происходят. А они на Украине были очень наглядны. Так вот, что же там сейчас происходит уже на сегодняшний день, спустя шесть лет. Происходит много неприятных. Ну, во-первых, убивают людей. Я против убийства людей, но иногда малая кровь лучше очень большой. Из соображений гуманизма я выбираю малокровные методы. И поэтому одобряю то, что сейчас там происходит в позиции, естественно, Российской Федерации. И за это я готов даже выпить. Ну, и по российской традиции коньячок фрапин очень полезно закусывать солёными грибочками. Что я тоже сделаю? Ну, тут прятаться уже не надо. Итак, мы видим крайнюю форму искусственного отбора. Когда просто часть людей, которые исповедуют один набор социальных инстинктов, подвергается аннигиляции. То есть их удаляют из сообщества. Могло это произойти мирным путём? Уже нет. Почему? Потому что есть несколько серьёзных причин. Во-первых, проблема состоит в том, что за 30 лет выросло несколько поколений, то есть как минимум 4 детей, которые примерно с 3 до 8-9 лет развивались в среде, в которой их запечатления переводились в лимбическую систему в виде вот этих вот самых социальных инстинктов, которые оставляют желать много лучшего. То есть те самые националистические идеи, которые на самом деле на Украине существовали очень давно. Виновато в этом очень много руководителей Советского Союза. И здесь тоже есть несколько аспектов. Ну, во-первых, искусственно созданы огромные территории, очень разноязыкая, из разных народов. Во-вторых, вот эти все вещи в Советском Союзе процветали. Ну, приведу пример. Я в 80-е годы приезжал в Киев на конференцию. Ну, что там, договориться ни с кем было уже невозможно. На дворе ещё был Советский Союз, и жив был Леонид Ильич Брежнев. На вопрос о том, что там, если какие-то ошибки были на конференции, да родный, красивый украинец разводил руками, говорил «ну-ну-ну-ну», и продолжал в том же духе. То есть обсуждений не получалось уже тогда никаких. А придя домой в профессорскую квартирку, ну, прямо по полеграфу Чушарикову, значит, оказалось, что там все говорят на этой самой мове и все ходят в вышиванках. А, господа, мову-то кто придумал? Несколько советских филологов иудейского происхождения. Я ничего против них не имею. Они получили медали за это дело от Иосифа Сырёныча. Они изобретали вот этот язык, который сейчас носит название мовы. Он к Украине не имеет никакого отношения. С местечковой наречия, которые они улучшали. Сейчас расскажу, как. Получайте удовольствие. Которые они улучшали благодаря тому, что взяли огромные фрагменты лингвистически из польского и микшировали с русским. И вот это вот всё, плюс цурджик, так называемый, местечковые наречия, и превратилось постепенно вот в эту ридному, которая, в общем, языком-то с трудом является. Поэтому, ну, нравится такое, пожалуйста, никто же не запрещает. Вот русский запрещать опрометчиво. Потому что я ещё три месяца назад говорил о том, что учите, господа украинцы русские, вам может очень понадобиться. Я надеюсь, что теперь до многих мои предупреждения начнут доходить лучше. Так вот, что же там происходит? Происходит, на самом деле, схватка не на жизнь, а на смерть между старой системой капиталистической, то есть того полугоскапитализма, полуолигархата, полуфинансового. То есть это, на самом деле, финансовая система единая, то есть система долларового доминирования. И по тем законам, которые были приняты сразу после Второй мировой войны, ну, когда Америка, её и промышленность составляла больше 50% от мирового производства, ну, это уже давно не так. Она с трудом дотягивает до 15%, а уж по многим параметрам там вообще экономика её смешна и пародийна. Ну вот, и вот это самое огромное государство теперь утрачивает свои экономические ресурсы и возможности управления всего мира. Поэтому они, собственно говоря, и прикладывают такие колоссальные усилия, в том числе на территорию Украины, чтобы остановить этот процесс. На самом деле, конфликт между валютным олигархатом, в том числе банковским, и цифровыми системами, которые идут на смену в результате церебрального сортинга тем конструкциям мозга, которые доминировали последние столетия. Ну, уж 80 лет это точно. То есть появилось новое поколение – программисты, изобретатели компьютерных систем, разработчики цифровых операционных систем и всяких гаджетов, начиная от компьютеров, окончая фотокамерами, на которые, кстати говоря, я пишу это дело. Это огромное количество людей. Я в своей книге писал, что ситуация будет носить революционный характер, в кавычках, потому что эту революцию никто не заметит. Когда уровень количества людей, вовлеченных в это дело, то есть отобранных по мозгам для осуществления компьютерных функций, достигнет 10-15%, вот уже сейчас превысило 15%. Дело идет так быстро, что все это случится на наших глазах. И, собственно говоря, это схватка за три вещи – за ресурсы, за финансовое доминирование в мире и, третье, за власть. И, естественно, битва, которая будет сейчас происходить на Украине между неучаствующими там финансовыми олигархами, между неучаствующими там цифровиками, владеющими гигантскими ресурсами и системами управления поведением, она идет с помощью вот этих самых несчастных солдат, которые умирают на поле боя. Еще вопрос. И хотя вы не военный специалист, но как человек, сочувствующий, как оцените действия российской армии в этом конфликте? Значит, я не просто сочувствую, я сопереживаю. Я считаю, чем быстрее и эффективнее мы закончим это дело, тем будет лучше. А с моей точки зрения, у нас абсолютно гениальные военные, которые впервые в мире, в истории военного дела, применили самую гуманистическую тактику, которую только можно придумать. Ну, вплоть до того, что противоположная страна вынуждена убивать мирное население, чтобы хоть как-то нам навредить. Это смешно. То есть та тактика ведения военных действий, которая предложена нашим генералитетом, то есть обход крупных поселений, городов, неведения войны внутри них, позволяет, первое, экономить человеческие ресурсы, во-вторых, работать по площадям, то есть занимать большие площади, перекрывая коммуникации и прочее. Я считаю, что, несмотря на то, что естественно, я, как все обыватели, деталей не знаю, но я вижу то, что происходит по некоторым финальным отчетам, и легко реконструировать, что это на сегодняшний день лучшее, что было в военной теоретической мысли за последнее столетие. Поэтому я могу только порадоваться за наших военных. – Профессор, вы говорите, что уже в 80-е годы Украина превратилась, по сути, в Папуа, Новую Гвинею. Также вы говорили и о некоторых других государствах. А кто по-вашему… Давайте чертимся. А кто по-вашему достоин хорошей оценки? – Вопрос, что мы понимаем под хорошей оценкой? – Ну, гуманистического. Кто достоин гуманистического отношения со стороны профессора? – Никто. Потому что нельзя безнаказанно хулиганить. Нельзя безнаказанно десятки лет жить за счет других. Потому что вся эта война сводится к тому, что кончается для Европы. Конкретно кончается, как говорят в народе, халява. Больше ни за чей счет никто жить не будет. А это означает только одно – придется работать. И больше не будет ни халявной пшеницы, ни халявного газа, ни халявного угля, ни других ресурсов, которые жизненно важны. Этих ресурсов, включая еды, в Европе нет. И второй вопрос – купить будет не за что. Почему? Потому что, чтобы надо что-то купить, как говорил Кот Матроски, надо что-то продать. А если ты продавать себе нечего особенно... Технологии, они давно уже расползлись по миру. Ты не можешь паразитировать на один раз выдуманные технологии и продавать ее вечно, как это было в Германии. Поэтому придется идти на попятную. А это значит, что впереди ждет недостаток продуктов питания, недостаток энергии и прочие вещи, которые неизбежно вызовут социальные катастрофы. Никто на это нити не хочет. Наши гуманисты, которые жили за чужой счет, впадают в дикую панику. И они будут биться за свою колбасу, так сказать, чужую, до последнего украинца, что очень печально. До свидания, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok